всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я родился в маленьком поселочке в татарии потом поселочек стал очень симпатичным городом татария стала республика и татарстан советский союз развалился я стал сначала инженером котл и реактора строителем затем много еще кем а теперь вот стою перед вами и вспоминаю что в те времена когда я был школьником столичный продукт это был уровень родители с придыханием рассказывали про московскую сметану в которой ложка могла стоять наше местное мало чем отличалось от кефира про колбасу неземного вкуса в местных магазинах спокойно можно было купить только дилерную ну и по большим праздником появлялась докторская такого странного цвета поэтому московская валеной копченой это был уровень вот сегодня и собираюсь приготовить колбасу по госту 1986 года то есть по госту из тех времен когда небо было голубее трава зеленее мясо мяснее короче приступим основные этапы готовки и все пропорции в конце ролика прочитаете это говядина подмороженной до температуры минус 3 минус 1 градус по цельсию вчера она выглядела вот так я старательно зачистил мясо от пленок и нарезал брусками удобными для мясорубки это хребтовое сало нарезаны пластинками и подмороженное московской вареной копченой важен рисунок если от сала будут через мясорубку пускать то она при перемешивании и при измельчении размажется вот вы избежание этой напасти я лучше руками нарежу кусочками не больше 6 миллиметров процесс нудный но красота требует жертв понятно что на производстве никто так не заморачивается ваша составление идет в кудыре там проблем с размазыванием сала нет теперь говорим надо пропустить через мясорубку смешать с пряностями солью и салом диаметр ножей меня для первой части 3 миллиметра вообще принцип в этом гости такой не жирное сырье пропускаем через мясорубку мелкую мелкую решетку жирная через решетку покрупнее 9 миллиметров я сейчас просала про жирное сырье про грудинку потому что по этому госту не только московская делается которая состоит только из говядины нежирной и хребтового сала который нарезал кусочками но и другие колбасы типа сервелата томасовых и прочих и там свинина и жирное сырье используются теперь добавляю соль пряности и вмешиваю сначала без добавления шпига пусть равномерно распределиться а теперь можно и сало сюда я в последнюю очередь кладу чтобы как можно меньше размазался при помешивании а чтобы она лучше вмешивалась и не слилось между собой я его перевозил в чашку залил кипятком на 15 секунд и отбросил на душлаг лучше даже руками вымешивать это более аккуратно получится муж больно фарш холодный очень важный момент от начала отправления мясом на мясорубку до окончания процесса набивки температура сырья не должна превысить 12 градусов если замеряете видишь она повышается лучше отправьте его в морозилку ваш фарш и подморозьте в процесс приготовления иначе рискуете получить бульонный отек при тепловой обработке все вымешалось отлично набивать буду в коллагенную оболочку замочил в подсоленной прохладной воде уже полчаса примерно лежит этот гост позволяет готовить колбасы двумя методами один как показываю сейчас я второй с предпосолом то есть мясо нарезается довольно крупными кусками добавляется соль и оставляется на двое четверо суток а затем уже измельчается добавляются пряности и набиваются колбасы этот процесс предварительный посол позволяет несколько выровнять ph то есть снизить необходимость использованию фосфатов меня ph метра пока нет поэтому я фосфата в любом случае добавляю чтобы брак не получить поэтому и не вижу смысла процесс затягивать применяя предпосол какая красотка теперь обвязка колбасы делать это надо очень плотно чем плотнее тем лучше отлично колбаса обязаны сейчас ее нужно убрать на осадку в холодильник на при температуре 48 градусов она пройдет за один-два дня при температуре 24 градуса за четверо суток для чего нужна осадка для того чтобы фарш в латоне уплотнился чтобы колбаса готова тоже была плотно такая упругая ждем осадка закончилась и сейчас надо начинать термическую обработку она поэтому госту может проводиться двумя путями сначала первичное копчение затем варка пара затем вторичное копчение либо двухступенчатый способ сначала варка паром затем копчение мне второй вариант больше по вкусу так меньше остается резких ароматов копчения и вкус на мой взгляд становится более тонким и благородным коптить я буду при помощи пассивного дымогенератора для этого объема камеры он оптимален активный дымогенератор с нанитанием воздуха для такого-то объема дают слишком много дыма и продукт получается как из паровозной топки колбасу в камере расположил процесс пошел первичное копчение проводится при температуре 75 градусов плюс-минус 5 течение одного-двух часов время зависит от диаметра оболочки чем он больше тем дольше коптим у меня 65 миллиметров самый большой из допустимых по этому госту поэтому я копчу два часа если у вас там 45 миллиметров это минимальный по этому госту то хватит одного часа сейчас отправлю в духовку на варку паром температура 74 плюс минус 1 на 1 противень с кипятком конвекция включена варим часа полтора до достижения центре батона температуры 71 плюс-минус 2 градуса на затем охлаждение при комнатной температуре в течение пяти семи часов и вторичное копчение после варки в пару колбаса выглядит мой взгляд особенно прекрасно плотное яркое чудо пусть остывает и ждет в старичном копчение колбаса у меня остыла на улице похолодало темень уже начну процесс копчения его можно проводить либо сутки при температуре 42 градуса плюс-минус 3 либо двое суток при температуре 33 градуса плюс-минус 2 я буду коптить сутки после копчения ее нужно будет просушить при температуре 11 градусов и влажность 76 процентов в трое семеро суток после чего можно есть встретимся уже при дегустации этой я надеюсь очень вкусный колбасы и наконец-таки долгожданнейший момент проба как она пахнет а как она пахнет вы не представляете себе посмотрите обалдеть а цвет какой надо пробовать обалденный тонкий аромат московский в московской вареной копченой запах копчения присутствует но он очень деликатный очень мягкий такой нет вот этих резких запахов как из провозной трубы чем так славятся обычно неопытных домашних коптильщиков продукты просто супер ты вот классная из старых времен такая магазинная колбаса варен копченая вы как заходите в колбасный отдел в те времена а тут такой аромат стоит вот это прям туда возвращение в детство обалдеть говядина мясо более яркой по вкусу чем свинина поэтому это колбаса на мой вкус более классная более яркая чем сыр и лад поэтому же госту приготовленный кстати на канале если еще нет то уже скоро появится ролик я может уже вышел не помню баллы суперская соли в меру такая солоноват слегка с бутером утром на завтрак это вот такая штука слушайте короче надо готовить по старым гостам можно конечно насколь на свой вкус что-то менять но вот для меня таком гостовские вот эти от колбасы по старым гостам этот супер это прелесть короче готовьте вливать среды колбасников и наслаждайтесь напоминаю по промо-году фреска вы можете получить обалденную скидку очень хорошую скидку на такие обалденные ножи от самура классно сделан согласитесь вливайте среды колбасников настоятельно вливаетесь это супер это классно это несложно как видите да нужно потратить какое-то время на обустройство своего рабочего вместо колбасника но потом это станет вас на поток вы будете снабжать этой колбасой родственников друзей знакомых вы будете обеспечены подарками не надо будет думать чоком ударить нарезочку настрогали его завакуировали такими деликатесами обеспечивать своих родственников короче вливайтесь огромное спасибо за компанию всем пока